Большой и волнительный вечер сегодня. Вечер, которого ждали и к которому готовились. Казахская государственная филармония Миджамбыла отмечает 80-летие. Когда я выходил, у меня было волнение. Когда я вышел, меня все увидели. Я немножко волновался. И потом, когда я пел, народ воспримел и аплодировали. Посмертные доходы Майкла Джексона превышают 700 миллионов долларов. Интерес к его творчеству еще растет. Так лет в Казахстане мы узнаем на концерте российского официального двойника Майкла Джексона Павла Талалаева. Гобелин теперь выставка по-своему уникальная. Она редкая. Это дорого, это долго. И собрать коллекцию художник часто не в состоянии просто. Большой и волнительный вечер сегодня. Вечер, которого ждали и к которому готовились. Казахская государственная филармония Миджамбыла отмечает 80-летие. Это культпоход. Здравствуйте. Основанная в далеком 1935 году филармония по праву была и остается одним из центров культурной жизни Южной столицы. Когда-то все начиналось с того, что здесь объединились казахский оркестр народных инструментов, казахский хор, танцевальный ансамбль и группа солистов, певцов и инструменталистов. На сегодняшний день филармония включает в себя семь коллективов и все они приняли участие в праздничном концерте. Я предлагаю прямо от начала до конца посмотреть. Будет шикарно. Поначалу зрители в ожидании, глядящие на сцену, не заметили ни второго дирижера, который управлял оркестром прямо из зрительного зала, ни музыкантов духового оркестра, стоящих на балконе. Так ярко и необычно начался праздничный концерт. Далее в программе звучали любимые многими произведения классиков, как зарубежных, так и казахстанских, а коллективы и дирижеры сменяли друг друга. Среди звезд филармонии немало людей молодых. Чего только стоят аплодисменты, которыми взорвался зал, когда на сцену вышла дирижер Динзухрат Линдиева. Что чувствует хрупкая девушка, управляя оркестром? Ну, мурашки по коже, особенно. Мы только что услышали произведение «Махамбет». Это отца моего, Нурксит Линдиева, произведение, которое воинственное и придает дух. Праздник получился ярким, зрители в восторге. А мы ждем новых сюрпризов и интересных находок от филармонии. Алевтина Мадьярова, Культпоход, Алматы. В Астане снова снег, но это не мешает нашим журналистам добывать все самое интересное, что происходит в столице. Сегодня мы идем в гости детям, которые получили специальный приз от президента Молдавии на музыкальном конкурсе. Это Культпоход. Здравствуйте. Айгерим Кусаинова завсегдатой детских конкурсов. Ей всего 16, но в своем юном возрасте смогла покорить сердца самых искушенных зрителей. Несколько дней назад она вернулась с престижного музыкального конкурса, где из рук министра культуры Молдавии получила почетное первое место. Я представляла Казахстан, и я чувствовала огромную ответственность, и очень счастлива, что мне выпала такая честь поднимать флаг своей родной страны. Я исполняла песню на молдавском пентруя и также на казахском языке. Али Коптле участник того же конкурса, который проходил в Кишиневе, но ему повезло больше, чем соотечественнице. Он взял специальный приз президента Молдавии и гран-при конкурса. Молдавия – это самый гостеприимный народ. Мне очень понравилось. Там сильные участники были, более 20 стран. Когда я выходил, у меня было волнение. Когда я вышел, меня все увидели. Я немножко волновался. И потом, когда я пел, народ воспримел. И аплодировали. Немаловажную роль в подготовке Айгирима Иоли к конкурсу приложил их руководитель Фархад Медзенов. Именно ему принадлежит идея выбора песни и постановка номеров. Они оба молодцы, достойно выступили за свою страну, защищили честь. Это 13-й международный конкурс молодых исполнителей. Проходит в республике Молдова, в столице их, в прекрасном Кишиневе. Усвящается их национальному композитору и певице-супруге Дуэна Иональда Тедоровичи. Это их национальное достояние, так скажем, страны. Дети уже готовятся к очередному музыкальному конкурсу, который пройдет в Европе. Пожелаем им удачи. Анвар Шалькенов, культ походу в составе. Смерть артиста – это большая трагедия для его семей и фанатов. Но для индустрии шоу-бизнеса на этом его карьера не заканчивается. По смертной доходу Майкла Джексона превышает 700 миллионов долларов. Интерес к его творчеству еще растет. Так лет в Казахстане мы узнаем на концерте российского официального двойника Майкла Джексона Павла Талалаева. Он был похож на Джексона уже 8 лет. Тогда это помечали близкие. И с тех пор посвятил себя творчеству, подражая поп-королю. Павел настолько погрузился в лично звезды, что даже сына назвал в честь легенды. Быть с двойником Джексона для него – не сколько работа, а призвание. Он к двойникам вообще очень хорошо всегда относился. И, как он еще сказал, зарабатывая, я даю возможность заработать другому. Естественно, сказал он это Павлу не лично. Хотя с кумиром Талалаев все же встречался. Когда столкнулся взглядом с копией, Майкл Джексон салютовал двойнику фирменным жестом, поправив поля своей шляпы. Я не пытаюсь его заменить. Мне интересно, максимально похоже это все скопировать. Концерт Павла Талалаева – один из девяти, которые пройдут в рамках тура по всему Казахстану. Примечательно, что в Астане выступление собрало только половину зала, хотя в Шемкенте все билеты раскуплены. В чем прогресс творчества, как артиста двойника, если карьера звезды, увы, оборвалась? На этот вопрос Павел Талалаев ответил оптимистично. Показать, мне кажется, много чего можно еще показать. То есть Майкл Джексон – это такой масштаб, что показывает и показывает. Для истинных поклонников Майкла Джексона встреча с его двойником – это еще одна возможность прикоснуться к легенде. Тем более, профессионализм Павла Талалаева позволяет поверить в реальность картинки. Программа «Культпоход» Айнара Байгрунова, Астана. Как бы вы ни были заняты, время культурному досугу найдется всегда. Согласитесь, а культпоход, как надежный проводник, многообразие городских развлечений заскучать не даст. А пропустить интересное событие тем более. Дочь морского офицера Галина Скобелева родилась на севере Германии в портовом городе Росток. Но ее детство и жизнь прошли в Казахстане. С 1972 по 1976 года обучалась в Алма-Атинском художественном училище. Закончив, в течение четырех лет жила и работала в Ленинграде. Регулярные посещения Эрмитажа, Русского музея, большого числа выставок оказали решающую роль в формировании творческого кредо, которое во многом объясняет удачный творческий старт в будущем. Ну, основное мое произведение – это гобелены, конечно. А как это, подготовительные работы – это батики и рисунки. Рисунки – это, как муж у меня говорит, ты шепчешь рисунками. Вот я одна шептала тут небольшую коллекцию. У меня в основном все гобелены, все мои работы – это связаны с живой природой, с жизнью. Вот не… Даже вот если вот абстрактный есть гобелен – весна, да, он вроде как абстрактный, но все-таки он к природе ближе – весна. Ощущение весны через ритм, через пластику какую-то. Автор экспозиции – из тех художников, кто сегодня работает в этом трудоемком и дорогостоящем, вновь становящемся элитном жанре, вопреки складывающейся общественной ситуации. Рукотворность ее работ, пластикоплетение, нахождение новых возможностей, цвета и фактуры соединения, их самых разнообразных характеристиках ради создания образа, составляют основу ее творчества. В экспозиции доминирует гобелин, ему вторит полупрозрачная версия в технике батик и несколько отстраненная графика – карандашные рисунки. Рисунок в данном случае не итог, а метод. Галина прощупывает предметы и пытается почувствовать реальность, чтобы затем трансформировать реальность в материале. Тема выставки вечная и приходящая. Детство на природе определило основную интонацию творений. Скрыто угадывается ностальгия по утрачиваемой гармонии. Видится попадание в плане ответа художника на вызовы времени, так быстро глобализуемого мира. Бетон высотных зданий вытесняет небо. На сегодня в Казахстане ее уровня 3-4 художника. Я их хотел бы даже назвать. Думаю, это Бапанов, Ярема, Заурбекова и несколько молодых ребят. И мы надеемся, что вузы работают и кто-то еще пополнит эти ряды. Но «Гобелен» теперь выставка по-своему уникальная. Она редкая. Это дорого, это долго. И собрать коллекцию художник часто не в состоянии. «Юбилер» не считает экспозицию итогом, рассматривает ее как этап. Выставка продлится до 23 декабря 2015 года. Насыщенных вам будней и интересных выходных. И ни в коем случае не отказывайте себе в удовольствии провести время культурно. Анастасия Меденцева, Культпоход, Алматы. «Юбилер»